В Одессе за минувшую неделю наблюдается рост заболеваемости гриппом, однако эпидемический порог не превышен. За этот эпидсезон заболело на 3% больше одесситов, чем в прошлом году. Среди заболевших за минувшую неделю гриппом и ОРВИ более 7 тысяч – это дети. С 15 по 21 число текущего месяца заболело 9192 человека. Порог заболеваемости на этой неделе 55,1%, то есть не превышен. Минздрав прогнозирует в ближайшее время всплески трех штаммов гриппа – Калифорния, Массачусетс и Техас. Опасны они прежде всего своими осложнениями – в опасности органы дыхания, суставы и сердце. Лучшей профилактикой заболевания являются прививки, говорят медики. От самой болезни они могут и не спасти, но существенно уменьшат угрозу осложнений и почти напрочь исключат смертность от последствий гриппа. Врачи не советуют затягивать с вакцинами, ведь делать их стоит как минимум за 20 дней до эпидемии, чтобы выработался иммунитет. Правда, одесситы пока не слишком активно прививаются. Как выяснилось, горожане рассчитывают на проверенные бабушкины методы. Самое главное, по-моему, чтобы не болеть гриппом – во-первых, быть добрым человеком, самое главное. Кушать чеснок, кушать лук. А я вот еще мне 77 лет, еще утром, обмываясь до пояса водой из-под крана. Гулять на свежем воздухе, кушать что-то такое витаминное. Позитивно мыслить. Ну, а также конкретно правильно питаться, ходить в венажный зал. Пить горячий глинтвейн, чай с травами и кушать много чеснока. Закаляться, наверное. Принимать витамины. Одеваться, самое главное – это одеваться потеплее. Как говорят специалисты, народные средства хороши на начальных стадиях. Если грипп или вирусная простуда уже одолели иммунитет – срочно к врачу. Чтобы не получить неожиданный калифорнийский или массачусетский презент, врачи советуют хорошо питаться и отдыхать, мыть руки и, самое главное, держаться подальше от толпы.